Большой праздник для всех. Это центр заводского района. С одной стороны районная администрация, с другой – ДК огнеупорного завода. Сюда пришли несколько тысяч человек. Многие – коренные жители района. Для них он всегда был, есть и остается лучшим районом города. Наш район зеленый, спокойный, тихий. Что еще такое? Люди приветливые, добрые, отзывчивые. Много детей, много смеха. Площадь красивая у нас. Зеленое насаждение. Днепр рядом. Для детей на праздники работали аттракционы, аниматоры, организовали и мастер-классы. Воспитанники 4-й музыкальной школы учили всех желающих рукоделию. Например, делать цветы. Из бумаги это как оригами идет. Перегаем дальше? Оно склеивается и такие двойные цветочки. Много людей заподошли? Ну, достаточно. Центром праздника стала сцена, установленная напротив фонтана. Он появился здесь в 2014 году и стал подарком от крупных предприятий, работающих в районе. Представители промышленности и в этот раз стали активными участниками праздника. Не побоюсь сказать, что День района – это не только районный праздник. Это праздник городской. Даже по большому счету, наверное, областной, потому что наш район является промышленным районом. На нашей территории, на районной, находится много предприятий. Это гиганты промышленности Запорожья и Украины. Комбинат «Запорожсталь» подарил району сертификат на 10 тысяч гривен. Деньги пойдут на благоустройство. Впрочем, главное богатство района – это его жители. Действительно, самый большой потенциал у Заводского района – это его люди. По примеру своего предприятия, я сказал, что у нас 70% людей, которые трудятся, они проживают в Заводском районе. И самое главное, что это люди, которые проживают в Заводском районе. Это люди труда, которые сегодня формируют бюджет Украины. Заводский район формирует и бюджет Запорожья. Городской голова верит – у района есть будущее и огромные возможности для развития. Я благодарен депутатам всех фракций, всех партий, которые поддержали те программы, которые направлены на жилищно-коммунальное хозяйство, на инфраструктуру нашего города, на освещение наших улиц, на медицину, на школу. Поэтому Запорожье будет только развиваться. Развиваться и двигаться вперед.